день дорогие друзья на связи московский наряда пионеров центра астрономического и космического образования и сегодня мы с вами очень коротко постараемся разобраться почему же летают ракеты но давайте с самого начала принято считать что все началось с открытия пороха китайской династии они сначала порох использовали для развлечений в качестве фейерверков а потом позже были созданы первые пушки снаряды которого порохового оружия могли летать на далекое расстояние но не считались ракетами поскольку у них не было топлива а мы с вами знаем о том что ракета имеет такие в принципе большие размеры потому что ей необходимо большое количество топлива и часть ракеты этот конечно же топливные баки а также есть легенда о том что один китайский житель решил провести эксперимент ему очень хотелось возлететь и тогда он сел на стул привязал себя попросил своих друзей поджечь фейерверки и таким образом отправился в полет но взлететь он взлетел а дальше его больше никто не видел и никто не знает что же с ним произошло но давайте с вами вернемся к тому кто же является от сном отцом основателем ракетостроения и как же появились первые ракеты ну отцом основателем вообще в принципе космонавтики и ракетостроения является константин цилковский он предложил свою ракету которая выглядела как летательный аппарат видели интеллической продолговатой камеры внутри которой располагалось два отсека жилой и двигательный жилой отсек предназначен для экипажа то есть для человека а двигательный отсек имел двигатели где находились работающие на водородном кислородном топливе жидкий водород служил в качестве топлива а жидкий кислород в качестве окислителя который нам необходим для сгорания мы с вами знаем да о том что ракета это пока что единственный транспорт который доставляет как грузы так и человека в космос и в наше космическое пространство и на станции но кто же дальше продолжил вот эту вот историю про ракет и и продолжателем дела константиновича толковского стал сергей палыч королев который возглавил группу гирд группа изучения реактивного движения которая начала работу над созданием своей ракеты они называли ее гирд 90 начали строить ее в 1931 году закончили в 1939 году и испытали ее конечно же она взлетела на 18 секунд на 400 метров от земли и вес ракеты составлял 18 килограмм в дальнейшем шли годы мы с вами знаем да развивалась космическая отрасль и сергей палыч королев стал нам известен как главный конструктор и продолжатель развития космонавтики но что же такое реактивное движение спросите вы и мы сейчас с вами об этом поговорим в принципе реактивное движение это отделение определенной части от тела с определенной скоростью наверное самым ярким примером который вы кстати можете попробовать провести дома качестве эксперимента будет послужить нам воздушный шарик если мы с вами возьмем обычный воздушный шарик надуми его и отпустим таким образом мы с вами сможем увидеть воочию реактивное движение но как же его увидеть если мы говорим про ракеты то на самом деле все очень просто ракета наша движется благодаря выбрасыванию горючего сторону противоположную ракете как итог нам очень важно скорость и масса при пуске масса ракеты постепенно уменьшается за счет того что происходит сгорение топлива и газа и таким образом газ вырывается из ракеты скоростью наша увеличивается масса уменьшается и наша ракета замечательно чится космическое пространство и долетая до той необходимой точки на которую ее запускают но если говорить про устройство ракеты то в принципе важно понимать и помнить что все ракеты строятся по одному и тому же принципу во первых это головная часть после чего у нас идет приборный отсек до где хранится различные материалы и оборудование необходимое после этого идут баки с горючим и баки с окислителем обязательно насосы и сопло откуда в принципе у нас уже начинает выбрасываться и вырываться газы и таким образом это нам позволяет менять скорость движения также мы с вами понимаем да что у любой ракеты есть конструкция у нее есть различные ступени это важно потому что у нас происходит отделение исходя из того по мере того как сгорает наша горючая и также необходимо рассчитать топлива для каждой ракеты для того чтобы еще и рассчитать ее массу и высоту а также если мы с вами вернемся к началу до нашей космической эры то мы с вами можем отметить что благодаря ракет носителю r7 было запущен первый искусственный спутник земли который как раз таки дал нам началом космической эры эры ну и если мы с вами вернемся к сегодняшним полетам то мы с вами знаем да что технологии не стоят на месте несмотря на то что отцы основатели заложили замечательный вектор до космической отрасли работает большая большая команда различных инженеров времени стоит на месте ракеты меняются основные типы конечно же работы остаются неизменными но при этом мы сами можем отметить некоторые классификацию ракет и классификация ракет у нас подразделяется на пилотируемые и автономные полеты пилотируемые полеты у нас происходят для того чтобы можно было отправить наших космонавтов до экипаж на станцию также такие ракеты имеют систему аварийного спасения они очень дорогие в использовании и в принципе на сегодняшний день когда мы с вами видим запуск космонавтов это значит у нас происходит полет пилотируемые ракеты но также есть еще и ракеты которые работают в автономном режиме их запускают для того чтобы можно было доставить различный груз на станцию они очень простые в сборке это дешевле но как минус здесь мы уже с вами не можем запустить космонавт на самом деле мне кажется что каждый из вас сможет дома провести опыт как я уже говорила да что очень легко проверить что же такое реактивное движение пожалуйста возьмите шарик надуйте его и отпустить таким образом вы немножечко познакомитесь с таким понятием как реактивное движение также мы приглашаем вас на занятия в наши замечательные кружки на наши программы по космонавтике и по астрономии и там вместе с нашими педагогами и другими ребятами вы сможете произвести запуск ракет и также познакомиться с тем что же такое реактивное движение но помните что это основная часть по которой летают наши ракеты и еще одна главная часть по которой наши ракеты летают нужно учитывать массу и размеры да и топлива которая благодаря которым и наша ракета сможет взлететь ну что друзья будем вас очень ждать на наших программах на наших мероприятиях а также не не забывайте задавать свои вопросы писать комментарии и до скорых встреч